Доброе утро, крымчане! С нашей сегодняшней гостей наша съемочная группа познакомилась буквально недавно во время подготовки одного из сюжетов. Наша гостья Ольга Якименко, это керченская активистка, она занимается организацией субботников, сама убирает мусор. Ольга, доброе утро! Доброе утро! Ольга, человеку, обывателю бывает сложно в это поверить, что человек без какой-то дополнительной мотивации совершенно бесплатно выходит и убирает мусор. Почему вы это делаете? Да, я хочу сказать, что для меня просто мой дом не заканчивается моей квартирой. И хочу сказать, что для каждого человека это его ответственность, то есть немножко расширить свои зоны, расширить свою зону ответственности. То есть это не только дом, квартира, это район, это пар, в котором ты гуляешь, это просто город, в котором живешь, собственно, это страна. Поэтому для меня это просто сфера моей ответственности, лично для меня. Поэтому я своим примером хочу показать, чтобы люди немножко расширяли свои зоны. Действительно, то, что они могут сделать, что они могут дать вообще в этом мире. Не просто, знаете, ходить и наблюдать, что что-то не так. Потому что есть ресурсы, сейчас есть диалог с представителями власти, который позволяет как-то эти проблемы поднимать, решать, озвучивать. Ну и, конечно, сами, то есть гуляете, не знаю, можно собрать на море несколько там бутылок пластика. Можно просто вести какую-то привычку полезную, увидеть фонарь, который не работает, позвоните, сказайте, он через три дня будет светить. Ольга, скажите, ну, наверное, в любом деле есть какой-то, ну, такой стартовый, мотивирующий момент. Вот помните ли вы, каким образом все это для вас произошло? То есть шли по улице и решили, что вот нужно сделать этот уголок лучше. Как это все было? Вы знаете, это просто начало бросаться в глаза. Потому что я начала соблюдать режим дня, у меня пылось много энергии, и много чего начала замечать вокруг. И просто поняла, что я могу немножко убрать вот здесь, чуть-чуть. Это может быть какой-то там багражный сквер, то есть потихоньку. Это было два года сыну, это было четыре года назад. И небольшими усилиями потом я закончила одну зону, и понимаю, что другая тоже требует внимания. И когда к этому подключаются, еще потом и люди говорят, мы тоже хотим, мы согласны, давайте вместе организуем что-то здесь, вот пространство, то есть он будет комфортным. Потом начала выходить на диалог с нашим депутатским корпусом, то есть с администрацией города. И есть контакт, есть ответ. То есть я говорю о том, что я согласна, могу участвовать и помогают. Как чаще всего вот люди реагируют, просто прохожие? То есть вот вы, например, красите лавочку или белите дерево, рядом кто-то идет, как реагируют? Реагируют, вы знаете, да, спрашивают всегда, вы от кого-то, то есть очень боятся люди, что я сама по себе, говорят, скажите, что вы от садика работаете. Я говорю, хорошо, хорошо, от садика. То есть, знаете, на шутку перевожу, но иногда просто говорю, да просто вот так вот, от себя. И когда человек слышит, что это можно делать, и это не стыдно. Знаете, вот город, в котором ты живешь, ты просто делаешь его лучше. Ты просто тратишь какие-то полчаса своего времени, и потом ты видишь результат. И главное, чтобы он заканчивался качественно. То есть это не просто уборка территории, например, благоустройство потом ее контейнерными площадками, либо мусорными баками. То есть для того, чтобы закрепить, знаете, не просто убрать, а для того, чтобы потом это уже было как-то в системе. То есть добиваясь того, чтобы территория в дальнейшем уже была как-то под надзором, под контролем. Люди удивляются, люди смотрят со стороны. Но я думаю, что это немножко, может быть, мотивирует кого-то. И вот это вот, знаете... Тоже присоединяется. Да, потому что очень многие хотят и делают, я знаю, но, может быть, стесняются. Это совсем мне не стыдно. Это пример детям нашим, то, как нужно себя вести вообще с окружающим миром. Ольга, недавно по всему Крыму, в Керчер, в частности, появилась такая практика формирования советов территорий. То есть формирование определенного такого органа общественного, который будет следить за какой-то территорией. Не было ли у вас желания тоже войти в состав такого? Да, я это заявление написала. Завтра у нас в 4 часа в ДК Корабел будет, приглашаю всех желающих. То есть это будет встреча с главой города, где можно прийти и озвучить то, что ты видишь, то, что ты заметил. То есть быть действительно тем контактом и источником, с которым начинаются перемены, которых ты ждешь. Если ты просто сидишь дома и ничего не делаешь, то ничего не поменяется. То есть нужно брать что-то сюда в свои руки и помогать городу, а не просто жаловаться, что кто-то что-то не успевает и не делает. Конечно, невозможно все охватить. У нас появится скоро зеленхоз в городе, то есть у нас работает вот этот территориальный совет. И поэтому это действительно возможность. Ольга, большое спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что вы вместе с единомышленниками, с представителями администрации, депутатами будете делать город лучше, красивее. И, коллеги, у нас пока все. Я передаю вам слово. Спасибо большое, Катя. Желаем вам отличного настроения, хороших новостей. Напомним, что на связи была Керчь и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Екатерина Рябова. Субтитры создавал DimaTorzok